Essential English Elementary, Level 0 Обязательный английский элементарно, уровень 0 Lesson 15, Transport Урок 15, Transport Привет, мои дорогие ученики! Это пятнадцатый урок курса «Обязательный английский элементарно». Сегодня мы поговорим на весьма интересную тему – транспорт. Само это слово звучит в русском языке почти совсем так же, как и в английском, поскольку в обоих этих языках является заимствованным. А вот отдельные виды транспорта звучат в английском языке не совсем так, как в русском, или совсем не так. Пойдем по порядку. Как известно, Британия является морской державой, поэтому главным видом транспорта и, соответственно, весьма распространенными словами, многие века было все, что связано с морем. В первую очередь слово «ship», «корабль». В английском языке даже есть отдельный глагол, обозначающий движение по морю – «sail». Вот с этих глаголов я сегодня и хочу начать, поскольку средства транспорта обеспечивают людям движение. Так вот, основной глагол движения – «go». Он означает как идти, так и ехать. А вот «приходить», как и «приезжать» – другой глагол «come». Есть еще один интересный глагол – «move». У него целых два значения – «двигаться» и «переезжать», «перебираться» на новое место. И еще два глагола, связанных с движением. Первый – «bring» – «нести и везти кого-то или что-то». А второй – «drive» – «вести машину», «быть за рулем». Ехать в машине в качестве пассажира – опять же «go». И еще один глагол движения – «ride». Этим глаголом обозначается любая езда верхом. Как на гужевом транспорте, лошади или ослики, может быть, так и на двухколесном. А теперь название некоторых видов транспорта и начнем с общественного. Весьма популярным во многих странах средством транспорта является автобус – «bus». Метро в английском языке обозначают двумя словами – «underground» и «tube». Первое слово – «официальное», второе – «менее формальное», «разговорное». Это два основных вида транспорта в крупнейшем городе Британии – «Лондоне». Метро вообще только в Лондоне есть, потому что это единственный в Соединенном Королевстве город-миллионник. Во втором по величине городе этой страны, Манчестере, население всего около 500 тысяч человек, полумиллиона, против 10 миллионов в столице, развит «tram», скоростной трамвай. Он заменяет метро. Сообщение между городами осуществляется в основном на поездах – «train», и поезд называется «train», и в небольших самолетах – «plane». Соответственно, железная дорога называется «railway», а самолеты летают между аэропортами – «airport». А вот автомобильное движение осуществляется по автомагистралям. Скоростная автомагистраль по-английски называется «highway». А обычная дорога – «road». Этим же словом называется «городская улица», по которой также организовано скоростное движение. Обычная улица называется «street». Что же касается гужевого транспорта, то название основного его вида – «horse» – у вас уже есть. И напоследок слово, обозначающее двухколесный транспорт. Его я приведу всего одно, зато многозначное – «bike». Этим словом в современном английском языке обозначают и велосипед, хотя есть литературное слово «bicycle», и мопед, и даже легкий мотоцикл. Вот и все на сегодня. А теперь смотрите в экран своего компьютера или в распечатанный текст урока и повторяйте за мной слова и выражения пятнадцатого урока. Look at the screen, listen to me, and repeat after me all the words and expressions of the fifteenth lesson. Airport Airport Bicycle Bicycle Bike Bike Bring Bring Bus 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 Come 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 Drive 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 Go 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 Highway 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 Move 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 Plain 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 Railway 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 Ride Ride Road Transport Sail Ship Strit Train Tram Tube Underground Итак, мои дорогие ученики, мы с вами подошли к психологически важному моменту. Мы прошли ровно половину уроков первого уровня нашего курса. И в связи с этим я снова задаю вам вопрос. Каковы ваши ощущения? Чувствуете ли вы какой-то прогресс? Нравится ли вам моя манера подачи, объяснения, оформления уроков? Или, может быть, вы хотели бы что-то поменять? Пишите мне на почту и в комментариях, не стесняйтесь. Также вы можете присылать мне на почту сделанные вами письменные упражнения. Особенно в том случае, если чувствуете, что у вас что-то не получается. Или видите, что сделали слишком много ошибок. Тогда мы проверяем эти упражнения. Мне очень нужна и интересна обратная связь с вами. А почта моя вот на экране и, конечно, будет в закрепленном комментарии к этому видео. И сейчас спасибо вам большое за просмотр! Удачи! 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 Удачи!